Здравствуйте, дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас в нашем три кандидата шоу. И с вами я, Александра Решмидилова, Алексей Якубин и Кирилл Молчанов. Ура! Здравствуйте, товарищи! Ну, начнем мы наше шоу с серьезной новости, громкой новости. Это Brexit. Наконец-то это свершилось. 1 февраля, а значит, Британия ушла, хлопнув дверью, от Европейского Союза. Но не громко, потому что даже Биг Бен не пробил в 12. Не хватило средств. Нет, не хватило. Сэкономили и на этом уже. Но зато Борис Джонсон строил суперужин, где мы наконец-то узнали, что такое британская еда. И там всякие странные блюда из серии, какой-то там британский сыр и даже британское игристое вино. А как же овсянка, сэр? Да, ну, при этом это тоже явно не сравнится с корпоративом фракции «Слуга народа» в паркерах. Шаурмы не было, да? Ну, Кирилл, это как бы стандарт, а то такое. То есть все за деньги британских налоговоплательщиков. Зато подсветили в цвета британского флага некоторые здания в центре Лондона. А в Брюсселе было спокойно, и никто почему-то не устраивал вечеринок из серии «Наконец-то эти британцы нас покинули». А может быть, там был тихий флешмоб, порадуемся тихо. Там скормный флешмоб был. Ну, как сказал Борис Джонсон, это не конец, это только начало. Да, но мне, кстати, понравилось в этом плане выступление еще в Европарламенте, где депутаты им сказали, вы знаете, это не «гудбай», это «орюар». Нет, мне больше понравилось как-то… Как говорил Виктор Андреевич Юженко, я ухожу, чтобы вернуться. Нет, в «Давусе» очень интересно сказал Зеленский, что если для кого-то «экзит», то, может быть, для кого-то «энтер». Так что пакуем чемодан, господа. Нет, но я думаю, с сегодняшнего дня наш МИД уже может готовить заявочки на вступление. Нет, а может быть заявочки на вступление в Британию? Слушайте, мы для британцев сделали отсутствие виз, мы их рады видеть. А вот они в зеркальном пока не видим. Так я же говорю, на вступление в Британию. То есть теперь Британия может с нами создать союз, ну, какой-то там придумать. Ну, Северная Ирландия выйдет, да, там еще место освободится, потому что Шотландия… Шотландцы собираются, и мы как раз, да, здравствуйте. Потом острова, вот эти всякие там «Мэн», там еще будут эти британские и виргинские. Ты хочешь просто доказать, что Борис Джонсон имеет украинские корни, да, и на самом деле все-таки у него… У него большая семья родственников, да. Ну, как минимум, он же Борис. 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 Как называют британцы его. Но тут еще интересно другое. Уже появились такие мемы, да, какой союз развалили с британской королевой. Видея такой старушки, да. Елизавета, да. Не прошло 70 лет, а империя уже все, да. Не то, что империя, а европейский союз. И вот по-вашему, что дальше будет? А вам не кажется, что просто от королевы и сначала внуки ушли, потом союз ушел или она от него? Нет, да тут просто нюанс в том, что, получается, она и в семье не может навести порядок, а что мы там уже говорим? То есть нельзя всякой любую сухарке доверить государству, да? Это называется экзистенциальный кризис. То есть на всех фронтах уже. У королевы. Да. И внешняя, и внутренняя фронта. А у Бориса Джонсона? А у Бориса Джонсона фурор. Он же теперь, я так думаю, будет еще как минимум до конца года премьера. Они же еще будут там вот эти вот согласовывать какие-то условия выхода, там отступные, там кому соболями, кому еще чем выдавать. Борзыми и щенками. Да. Ну интересно. А потом будет Фрексит, Франция на выход. А может и нет. Мне кажется, что они как раз теперь будут переживать Британию и наоборот. Обплакивать. Ну недолго. Ну а Нидерланды как будут себя вести? Ну мне все равно кажется, пока что Европейский Союз будет такой историей. Нексин будет? Следующий. Интересно. Просто Эндер какой-то вообще появится, но если вот действительно потирают руки. То есть Украина должна быть, как Зеленский сказал. Мне кажется, что все выйдут, а мы зайдем. Вместе с Польшей и создадим Союз. Это будет же какой-то такой континентальный, потому что вначале острова отходят. У нас же мечтают о Междуморье. Междуморье. Да, это же доктрина Пилсудского. Так вот. То есть Балто-Черноморский Союз. Чтобы было Междуморье, нужны моря для Нечерства, господа. Канал Дунай, это Балтийское море. Ну хорошо. С этим понятно. Это новость достаточно резонансная. И, скажем так, будем за ней следить. Сейчас же все будут как раз сегодня. Открываем ленты и смотрим, какие все эксперты по Брэксу. Ну это же само собой разумеется. А как вы считаете, следующая такая резонансная новость, это, конечно же, кроме Великобритании, еще и Соединенные Штаты. Несмотря на то, что у Трампа очень похожая прическа с Брэксом Джунсоном. Но все-таки у каждого проблема. То есть Штаты будут вступать в Евросоюз? Нет, Штаты будут вступать в Британию в Союз. А то есть колония вернется к, собственно, митрополии? Только наоборот. Подождите. Было бостонское чаепитие, а теперь должно быть что-то новое. Как вы думаете, как это может быть? Лондонское кофебрейки. Да. В Лондоне не пьют кофе. Все-таки это чай? Ну, тогда надо... Ну, Саша, мы думали, что в Лондоне в овсянку едят, а оказывается, что нет. Какие-то пироги, ёрши. Да. Хорошо. И пьют британское игристое. И пьют европейскую кровь. Сковырнут ли Трампа? Что с этим вопросом будем думать? Ну, из того, что мы знаем, в Сенат, в принципе, он принял решение о том, чтобы с покращенной процедурой проводить. То есть не вызывать свидетелей. Ты неправильно начинаешь. Насколько мы знаем, Зеленский молчит, как партизан. Насколько мы рекомендовали Зеленскому лучше молчать? Вот так и дело. Между капелек. Между капелек? Это же концепция. Концепция, да, такой. Британская погода, что постоянно между капелек. Нет, ну, даже британская зима. И туман. И туман. Кстати, да, что-что, а климат мы уже евроинтегрировали. Вот. Ну, многие же путают UA с UK. Так что, в принципе, сколько там, как попросили, недавно, была вот эта вот ситуация с журналисткой, говорит, покажите на карте... UK, да. UA. Она на Бангладеш пальцем тыкнула. Ну, там, просто карта маленькая. Или палец большой. Нет, там еще карта без названий. То есть, это же вообще подстава. Ну, вообще... То есть, представьте, журналистки дают карту без названий. Да, естественно. И говорят, покажи страну. Это американская рубрика «Говорящий глобус». Так что, я думаю, что он мастер камерных вопросов. Ну, потому что Папо сам выучил карту, наконец-то. Нет, там просто, знаете, есть такие вот, есть такие карты, там надо вот посетил страну, так монеткой, да, затер, а там, наверное, вообще терра инкогнито. Никуда еще не ездили. Никуда еще не ездили. Да, в какую-то страну затер. Да, вот к этим надо заехать еще проверить. А тут не дал, там терра инкогнито. То есть, впичем, там интересно, потому что там же Бултон, да, заявил о том, что у него есть некие свидетельства о том, что вроде бы как бы влиял Трамп или пытался влиять. Подождите, для начала у Бултона есть усы. Усы появляются. Потом свидетельства. Это все меня. Ну, его же поэтому изначально была история, почему его хотели, на госсекретаря хотел Трамп просматривал, назначил. Но там был критерий, усы сами нельзя. Ну, усы сами нельзя. То есть, Трампу нравились его усы. Поэтому его так списали на вот этого советника, а потом вообще списали уже в утиль, а потом даже запретили мемуары эти публиковать, потом как он давил Трамп на Украину. Ну, по версии Бултона. Ну, конечно. Ну, понятно. Но нюанс в том, что демократы хотели пригласить усатого Бултона, а вот республиканцы хотели пригласить в отместку Джо Байдена. И я так понимаю, что демократы не очень-то хотели бы, чтобы Джо Байден свидетельствовал. Нет, так потом можно было пригласить еще там Хантера Байдена, Виктора Шокина, Юрия Луцаренко. Это был бы украинский недель в Вашингтоне. Кирилл, а Петра Порошенко, ты забыл, о пятом президенте. Он, кстати, да. Забудешь, что такой президент. Пятый президент ищет любой способ покинуть Украину под видом международной конференции, экономического форума. Он бы с радостью поехал давать показания, только бы не ходить в ДВР на допросы. Промедать Гонтарева. Но при этом, заметь, когда приехал Пампео сюда, пятый президент почему-то поехал на международную конференцию, чтобы не встретиться случайно. Ну, как бы с госсекретарем тут. Ну, слушай, с госсекретарем многие постарались не встречаться. А тут придется дать какие-то свидетельства о чем-то. Смотри, Тейлор уехал, Пампео приехал. Разминулись в нескольких, называется... Ну, понятно, Пампео же мог спросить, после визита Байдена тут полтора миллиардика выдали за генпрокурора. Где деньги? А Порошенко раз и уехал. Нет ни денег, ни денег. Можно было Пампео еще раз продать вакансию генпрокурора, неплохие деньги, между прочим, получить в бюджет. Я думаю, может быть... И у вас уже такая традиция. Если же такая, как говорится, свадьба, можно было полуправительства продать еще. Не торговали, да? То есть ты считаешь, что уже деньги надо делать? Ну, нужно какие-то... Возьми полуправительства по цене одного генпрокурора. Комплексное предложение. Или купи генпрокурора, получи правительство. Кстати, Черная Пятница, вчера же Пятница была, возможно, была распродажа тоже. А, кстати, идеи, а что нет, да? Ну, никто как-то не толкался, не толпился, и вроде как и очереди не было. За это? Ну, да, без ажиотажа. Группа реформаторов такой. Ну, вот мы с вами так плавно подползли. Как вы думаете, у нас назревают кадровые ротации? А импич вы Трампа, это что, не наша кадровая ротация? Да, это же наш кадр. Да. Могим или могем. Сидит сейчас Зеленский в офисе президента на пятом этаже и думает, мы же можем агента Трампа продвинуть. Он на четвертом сидит. Ты перепутал. То есть не доехал, да? Лифт ломался, не дошел. А можем и Байдена. И думает, а кого бы нам теперь назначить президентом? Кстати, да. Или как между капелек. Так, будут все-таки ротации? Кто на выход? Кому построятся? Кому вещи упаковывать? Да у нас уже. Все-таки непонятно. Мы-то у них уже там как бы наследили. Теперь давайте посмотрим их следы здесь. Кого могут, по вашему мнению, анонсированы же кадровые ротации? Во-первых, будет ли отчет? Каким это будет отчет? На страничку, на две презентации? Все хорошо? Что нам расскажут? Нет, ну я думаю по классике. Может помню, как Гончарук любит выступать? Прыгать в классике, как любит выступать. То есть выйти на трибуну, рассказать про людоцентризм. Нет. И уйти. И сказать, программа 40%? Да, человекоцентричный бюджет и программа. Ты, извини, на 5 лет принесла. Я думаю, все будет намного проще. Задача стояла Зеленского просто отчитаться, а не что-то сделать. То есть не проделать какую-то там работу, а вот отчитаться. А что больше всего умеют делать люди, вышедшие из грантовых организаций? Делать презентации. Кроме того, что осваивать гранты, это еще потом отчеты о них делать. В виде презентации. Будут слайдные, будут картинки, там я думаю, будет всякие видеоподборочка о достижениях правительства. А экран Верховной Рады выдержит? Ну вы же помните. Купол, главное, чтобы купол стоял. Я думаю, что будет тот же момент, как в Давосе. Он сказал, что что нужно знать инвестору, чтобы работать в Украине. Сказать славу Украине. Ну точно же, что должен знать премьер-министр, чтобы качественно осуществлять. А кстати, премьер не смог бы выйти на сцену и просто сказать славу Украине. Славу Украине ушел, все, вот тебе отчет. Нормальная тема, кстати. И вообще сказать, что у него еще там надо опять в Давос съездить. Все-таки, дойче бан там остался. Ну подожди, там для начала надо рассказать, какая ждет инвестиционная манна от инвестиционной няни. Правильно? Наших инвесторов. Это, кстати, я думаю, что вот как мы можем с вами представить себе выступление Гончарука. Он выйдет и скажет, смотрите, мы наконец-то освободились от парикмахерской в Кабмине. Да, это что тебе отдастся? От гнета, да. Да, потому что там уже была парикмахерская, да? И не было барбершопа, они потом, наверное, решили, я так понимаю, освободить. Наняли сразу мастера усиста, мастера брависта. Нет, так вот, Эду Билет говорил, а вместо парикмахерской мы там туда посадим 12 бизнес-нянь. То есть парикмахерская декоммунизировали. В том же месте, в том же месте. И будут инвестиционные ясельки. Ну правильно, если есть садик, то есть же и ясли. Не, ну, то есть, я так понимаю, няни будут сидеть вот там, где вот эти кресла парикмахерские. И тут... И качай, да? И ключевая функция будет утирать слезы этому огурчившемуся бизнесу. Сопли и слезы, да. Которые в ужасе просто от налоговых правил. И там очки изманные, знаешь, просто. Нет, просто интересно, если есть инвестиционные няни... Изманные, подожди, изманные, которые небесные. Которые, ну, инвестиционные. Нам говорили, что есть инвестиционные няни, значит, по идее, есть инвестиционные дяди, тети, инвестиционные мамы, папы. И вообще это все будет инвестиционным детским садиком. В кабмине. Конечно. На первом этаже. Ну, слушай, если в доме, где есть детская комната, то в кабмине точно должна быть инвестиционная... Няня? Ну, по крайней мере, ясно. Нет, я тогда стесняюсь, а где-то это будет взрослая комната? Центр принятия решений. Взрослые в доме. Ну... Кстати, да, Саша, так... Это интересно, интригует. Опять все на четвертый этаж офиса президента. Взрослая комната. И премьера вызовут во взрослую комнату. То есть он там привык сидеть, вот в этой, как бы, инвестиционных нянь, инвестиционных кеселях. В бассейне шариками, да. И тут он... Ну, подожди. На батуте. Ты должен прийти и дать отчет о взрослой комнате. Ну, да. Если наш мэр все последние годы строит эти велосипедные дорожечки, то он, наверное, самокат. Самокат. Чтобы он подъехать смог уже. Но все же посмеялись, что там вместо парикмахерской шиномонтаж для самокатов будет. Конечно. Ну, а чего нет? Как минимум. Кстати, это же еще один плюс для Гончарука. Из-за того, что зима теплая, так не надо резину на самокате менять. Можно буквально одно ездить. Нет, ну, насколько я знаю, там, может быть, есть еще какие-то подземные туннели, которые соединяют все здания. То есть подъезды там. Ну, мне кажется, он как-то сможет на самокате так даже подъехать. Там уже близенько все. Мы помним эти. Не знаем, где вы ходите по ночам. Багогин комната там. Это золотой треугольник. Да, Грушевского, Банкова. И холодильник. Золотой треугольник. Самокатный треугольник. Можно кататься. Так хорошо, вы не сказали про кадровые ротации. С отчетом разобрались. Да. Вопросы вызываем министра транспорта по самокатному треугольнику. Что нас может ждать? Расформирование теперь министерств. Трех министерств. Трех или четырех. Теперь давайте разобьем на скоте. Ну, потому что сначала как бы говорили, что... Людей нет. Да. Нужно укрупнить, чтобы сэкономить. А теперь говорят, нужно разделить, чтобы сэкономить. Да. Как говорил один классик, имя и фамилию нельзя произносить уже вслух. Да. Мы перед тем, как объединиться, надо решительно размежеваться. Вот. И идти этим же путем. Да, ну, то есть, как минимум, я думаю, по поводу трех-четырех министерств. Министерство культуры, мы знаем, да? Министерство экономики, министерство... Напомните мне... Ой, про... Ветеранов и... Ветеранов, да. Про культуры, кстати, из смешного. И, возможно, даже Министерство энергетики и экологии. То есть, четыре даже. Помните, раньше в Ворде был помощник, который помогал тебе в ошибке в словах исправлять? Да, крепочка. Да, в исправлять. А уже нету, да? И была какая-то ситуация, когда написано, допустим, культурологии. И он предлагает разделить на два слова. На культ и урологии. Я так и вижу, просто министерство культуры поделит на культ и что-то еще, понимаете? И вот так же надо будет у каждого министерства что-то отщипнуть и назначить до нового, очень важного... Или кого-то за что-то ущипнуть. И вообще не будет дробиться почкованием, да? Ну, поделим на мыло Иваново, да? Вот и будет теперь Мелованово, да? Ну, вот их на два. То есть, отдельный минист будет мыло, отдельно Иваново? Мыло Иваново, да. И в итоге он не будет некомпетентен ни в мыле, ни в воде. Нет, то есть, отдельно будет Боро... Дянский, да. Ну, что-то вот как-то их там... Кстати, вспомнили про товарища Бородянского. У него же архивы горели на неделе в министерстве. Это было. То есть, он уже готовился к разделению. Не, ну, это просто объявлялись... Попонятает следы. Это готовились объявить нового папу. То есть, должен был пойти дым, чтобы пошел черный. Чтобы пошел черный, не выбрали еще пока. Еще не выбрали. А черный-то дым, да. Опять-таки же, не хватает Министерства экологии, чтобы черный делать белым. Ну, то есть, еще готовят. Значит, еще не выбрали нового министра. То есть, пока еще вот так вот сказали. Каковы новые списки от Atlantic Council, которые предлагают, как потенциально возможного премьера, госпожу Маркарову? Прекрасный. Как быстро поменяли мысли. Сначала они нам предлагали все-таки, там кого, Ветренко, они нам предлагали Коболева, Гончарка. Подождите, еще летом 19-го года говорили, что премьером должна быть женщина. Вот. Ну, вот вернулись к этой концепции. Ну, гендерная квота, наконец-то. Должна как-то там... Так, может, они просто Гончарка переделают. Ну, как дешевле. Ну, это надо в Таиланд его везти. Ну, господи. Делов-то. А там сейчас коронавирус. Мы еще как-то вернемся, но там коронавирус. Боишься? Это вторая по количеству заболевших страна. То есть он с короной вернется еще. То есть есть шанс, что мы его надолго, долго не увидим уже. Это уже государственная программа какая-то, надо серьезно думать, да. С короной. Кстати, если, если делить, вот вы говорите, там наборы идеанские. А если так вот разбираться, это Министерство культуры, молодежи, спорта, информационной политики. Это четыре сразу можно. Вот. Это четыре вакансии распределить. И каждой сестре по... Нет, ребята, просто надо на четыре части поделить Бородянского, потом некие жахлы вы самогубство сказать, да, ну и кого-то для новых четырех назначить. Четыре министра. Новых, классных, молодежных. Стильно, модно, молодежно. Ну или почкованием тогда должны делиться усиками министра. Как клубничка, знаешь, хоп-хоп-хоп. Как раз весна близко, весна близко, уже можно и почкованием. Ну да, спорами. На самом деле депутаты размножаются спорами, да. Вот так вот все. Вот. Как грибы, да. Или взять нашего любимого Милованова. Если человек... Не знаем, не знаем, кто у вас любимый. Ну вот это же самый такой нашумевший министр. Как бы, а подожди, а мне есть юстиции с его рукой, ногой? Малюска. Я не знаю там. Так вот не говори, потому что он может сейчас из-под стола вылезти. Рука малюски, да? Ну Саша бы видела там. Да, ощутила бы, наверное, но нету там никого. Все. Эта рубрика называется «Рояль в кустаха». Нет, это рука... Министр под столом, да. Рука из взрослой комнаты. Вылазит. Кстати, да. Так что там с Миловановым? От Милованова будут отщипать аграрное направление. Отщипать. Потому что если... Из Милованова щипнут за землю, да? За землю. За землят. Если он в экономике плохо соображает, то с землей он не дружит. То есть... Не готовится к земле? Даже общение с мэром города ему бы не помогло. Хотя, кстати... А вот он возьмет и примет земельную реформу. Что ты тогда скажешь? Ну как, тогда точно придется готовиться к земле. Не, ну Милованов уже сейчас не только по земле. Он уже теперь начал такую активную кампанию поддержки нового трудового кодекса, да? Точнее, закона о труде из серии, что да, мы отменим 8-ми рабочий день, так зато вы будете... Он же уже прославился тем, что сказал... Там еще развалим профсоюзы. Это много всего. Так он сказал, мы отменим 8-ми часовой рабочий день, зато вы будете 12 часов отдыхать. Ну, тоже нормально. То есть, как это сочетается? И будет 6-ти часовой рабочий день. И 12 часов отдыхать? Воскресенье. А в остальные дни 12. Просто сутки будут не 24 часа. Это надо просто по-другому подходить. Нет, кстати, это следующая реформа. Конечно. Не 24 часа в сутки сделать, а сделать больше. Да, и дней в неделю же было больше. Да. И в месяц. Да. Я смотрю, вы, короче, хорошие кандидаты. И тогда через точно... В новое министре. Не пройдет и полгода, как мы обгоним и догоним уже там и Польшу, и все соседние страны. Финляндия, например, хочет перейти... Просто два брата-близнеца, догнат и перегнат. Вот так у нас будет. Финляндия же хочет перейти к 6-часовому рабочему дню, да? Наоборот, сокращать рабочий день. А у нас, наоборот, будут увеличивать количество часов. Мы просто им отправим Милованова и, собственно, его вот этих вот любых друзьев. Они им расскажут о том, что такое либертарианство. Мне, кстати, очень начнется, что, я думаю, в контексте Милованова, да, и вот, вы знаете, у него есть заместитель такой вот «Раскачка». Да. Помните, чем он прославился? Он до оси... На носках ходил разных. В уточке. Да, он взял на нос, одел уточку и ходил. Ну, человек с чувством юмора. Нет, это... А давайте привозь с программой. Алексей, каждый привлекает инвестиции как может. То есть, а он привлек вот этим носом уточки? Ну, тут, кстати, надо разбираться, потому что у нас в сухом остатке, хотя в каком же, что на сухом, если по межкрапулексе. Мокром. Дойче Бан только есть. Мокром остатке. Мокром остатке. Ну, так еще нет. Ну, я уже вижу это, прорисовывается этот маршрут там. Из Берлина? Из Берлина ноги. Ну, Фаста и Берлин, да, так и будет у нас обязательно. В этом, в прицепном вагоне. Как бы ни наказал, знаете, Фаста в Нюрнберг, да, и там другие какие-то города, такие немецкие, имеющие такую двойную славу. Злой ты, Алексей. Злой ты, Алексей. А ведь это, может быть, электричка повышенного комфорта. Ну, конечно. Вы для кого? В одну сторону? Не, ну, а как вам вообще вот это все... Будете под пирожки продавать. Я думаю, что вот 100% на вот этом заседании, ну, презентация отчета Кабмина ставит вопрос о зарплатах. Ну, то есть 100%. И как вам вот эти все последние истории серии увольняют Кравцова, но способием в 7 миллионов. Ну, сложно человеку будет потом устроиться, у него будет серьезная эмоциональная травма. Ну, конечно, нужно социализировать. До Кравцова был вообще Больчун, поляк. Так говорят, там был золотой состав, то есть золотой поезд в Польше. Зебров же предлагал свою кандидатуру и был очень... Не, ну Больчун же получал больше, чем он в Польше получал. Ну, конечно. Помните, там еще завидовали? А знаешь, почему больше? Потому что он на заработки поехал. Но уже обещали, что будут висеть работы. Работа в Украине и из Польши будут сюда ехать. Но обещали, что... Британцы поедут, немцы поедут, поляки поедут. То есть, смотрите, произошел брекшит, британцы сюда, теперь на работу поедут. Так для этого нужно как раз дотянуть железную дорогу. Нет, так смотри, если до этого был Больчун, то есть, это уже было такое направление Польши, Украина, теперь будет Deutsche Bahn, это уже будет Германия, Украина. То дальше мы тогда тянем куда-то до Антверпена, может, там уже или там до... уже какого-то Парижа там, то есть... Райан-Айр будет летать сюда теперь. И мы к ним, а не к нам, да, и все. На лоукостах как раз все дружно. На выходные приехали, скупились она здесь. И обратно. Трое суток ехали, скупились. Не, ну, а все же, а вот по вашему мнению, так зарплата, там, не знаю, 40 тысяч или, не знаю, 100 тысяч достаточно? То есть, как Гончарук будет выходить из этой ситуации с зарплатами? Самый хитрый дубилет, он себе самую маленькую премию выписал. Вот он как раз может куда-то и продвинуться. Он знал, чем все закончится. Кстати, а Гончарук там тоже так не сильно много. Не, ну... 1070. Скромный, да, просто? Зато другим он согласовал, там, и по 400. А это такая операция, чтобы их подсидеть просто. Конечно, это да. А потом сказать, смотрите, видите, сколько они... Дискредитировать в глазах президента, однозначно. Но это все, конечно, весело. Что вы думаете, вот еще говорят, что могут быть изменения в офисе президента, что... Опять обои покрасят. Ну, наверное, или вернуть старую камеру. А, кстати, а вы заметили, вот, кстати, я просто смотрел видео Порошенко, вы понимаете, когда Гончарук снимался с Зеленским? Они снимали, да, вот, ну, там, не сидели за столом. Какой из них? Можно... Какой номер у нас, скажи, вы не видели? Что-то с нашим новеньким, свежим? Нет, это старенькое. Они сидели за столом, там, где Зеленский его там отсчитывал, говорил, наш, ваш уряд, наша фракция, ну и так далее, да, давал ему здание. И вот, если посмотреть на антураж вот этот, то он отличается от антуража, который там был во время Порошенко. Поменялись обои, например. У Порошенко зеркало, которое там висело вот на стене, оно было заклеено. То есть ты играл в игру «Найди пять отличий» и вот так ты разорвался? Да, ну это так очень интересно. То есть до этого говорили, что с уходом Порошенко вынесли эти плавные, а теперь уже и обои поснимали. И зеркало, да. Не, ну, может быть, поснимали обои, потому что думали, что там везде какие-то прослушки. У меня такая гипотеза есть. То есть какие-то провода, они поснимали, что посмотреть, есть, нету. И, наверное, после этого случая Зеленский пообщался с Гончарком и решил его удалить из друзей, да? Правильно. Вот. На Фейсбуке. Это же маркер, конечно. Это как черная метка уже. Все? Если нет в друзьях, то скоро уже и на Грушевского не будет. То есть это, знаешь, как это тактика таких мелкого выталкивания. То есть начать с Фейсбука. Так что только Гончарком единым, а остальных оставили и просто не знаю, а кого еще из друзей удалили? Ну почему? Я думаю, что если говорить о возможных ротациях, ну как бы список известен. Это, конечно же, Милованов. Опять он. Опять Милованов. Это Новосад прекрасная, да? Это кто у нас еще? Ты недоволен отечественного образования? Алексей, хватит министра уже выгонять. Не к нам будет работать с понедельника. Разошелся, да? Ну пока только трех. Видите, вы назвали. Плюс уже, смотрите, бабак уходит. Она так бабахнула и... Это называется день бабака. Да, кстати. Сегодня. День бабака, день сурка, конечно. Кстати, да. Он должен вылезти из этого норки. То есть все-таки бабак должна сегодня? Да, когда будет начало весны. То есть по твоей версии сегодня бабак отозвет. Нет, я все-таки передумала. Я еще чуточку побуду. Я девочкой могу передумать. Я передумал, но зима закончится через две недели. Хорошо. Мы вспоминали с вами о британцах. Я не подглядываю. Как вы же мое подглядывание будете темы-то менять? Так вот, вспоминали мы о Британии. И появился новый глагол, связанный непосредственно с молодой семьей в королевской чете. Это непосредственно Меган Марклить. Вот вы знаете, что... Впишется слитно? Да, единым словом. Марклить как проклять. Что-то в русском языке так чувствуется. На самом деле, по объяснению, это все-таки отстаивает свои интересы, если они даже идут вразрез с общественным пониманием. Тебя кто-то недооценивает. Как вы думаете, в наших реалиях, какие могли быть в связи с нашими политиками новые глаголы? Я думаю, у нас проживется вот это Марклить. Можно так, это вообще универсально можно назвать. Гончарук Марклить. Там, Малована Марклить. Тогда уже просто Гончарук Лить. Понимаешь, вот это Гончарук Нуть. Это вот что-нибудь вот такое, как бы сказануть, но вот и оконфузиться. Мне кажется, Гончарук Нуть, это хорошо. Ну, может, это известные фразы, там, про туман, ухандухать. На хороводить. На хороводить. Ну, это его словечки. А вот, чтобы это было Гончарук Лить. И самое интересное, мы... Соросята у него там еще была. Да. И самое главное, что мы знаем, что за кадром... А если глагол? Так самое главное, смотрите, что мы знаем... Соросятить. Соросятить. На соросятил тут. На соросятил и посольство. Мы узнали вообще одну из главных тайн Падель Шинеля, что за кадром они все говорят по-русски. Не по-английски, а вот по-русски. То есть ты намекаешь, что надо вызвать языкового амбуцемена. Конечно. Или инспектора. Они должны вызвать, чтобы она присутствовала на всех заседаниях. И им рассказывала, что вы тут нарушили. Вот как бы, ну, запись идет. Как штрафы там. Запись. Нужно бюджет пополнять как-то. Что это? Кстати. Зарплата по 100, по 200 тысяч. Вот, вот зарплата, а потом штраф такой тоже 100 тысяч. Вот. То есть получается, как бы, получили, отдали. То есть, чтобы деньги за пределы министерства финансового никуда не выходили. И как ее уже назвали, шпрехенфрюре, да, или... Опять немецкое что-то, да, то дойче бан. Она такая будет говорить, так, тут Гончарук, ты тут... Ухандохать нет такого слова. Нет такого. А вот украинскую есть другое. Кстати, какое? Ну, интересно. Так хорошо, мы с Гончаруком, это, да, какие... Ухандохать? Ухандохать? А если там, ребята, намелованить. Намелованить? Вот как вам кажется, вот. Мелованкнить. Намелованить и оставить, это будет очень актуально, если его так и попросят на неделю. Ну, на выход. Ну, вот мы там, бабыкнуть. То есть, а потом будет Мелованов говорить, а вот при мне, что доллар был по 24 гривны, а вот сейчас-то... Подожди, подожди, это разные вещи. Намаркарить это, это даже круче, чем... Намаркарить. Да. Намагизить, понимаешь? Можно же вот намаркарить, а можно навагизить. Это разные вещи. Будут им клять, да? Да. Такая. Это интересно. На самом деле, думаю, что... Можно же так навагизить, что будет уже желание вернуть Гонтареву. Нет, Гонтарева в Лондоне. Она в Брексите сейчас. Кстати, заметьте, вот теперь возникла интересная ситуация. Украинский политкласс же любил Лондон. И да, это говорили, мы же как бы в Европе, потому что мы хотим Лондон. А теперь получается, ну, как бы уже и не Европа. Мне кажется, Гонтарева это сама по себе такая черная метка, где она появляется, а там сразу все разваливается. И Евросоюз развалится. Обвалила гривну, развалила Евросоюз. То есть это она развалила. То есть нужно ее отправлять. До того, как она там не поселилась, там переговоры шли очень тяжело с Брюсселем, хочу заметить. То есть она, получается, ускорила процесс развала? Но помните, как она говорила, что мне очень нравилась эта теория о том, что у нас же не черные лебеди, а черные летающие слоны? То есть она как черный летающий слон. Она принесла эти слоны в Лондон. Да, можно еще и на супрунить, да? На той же зерии. На супрунить это такая... На супру, кстати, на днях заметили в какой-то киевской наливайке. Наливайке. И она что-то там сидела. Наливала, да? Общалась. Я думал, она уже виртуализировалась только в Фейсбуке и там раздает ценные эти советы. Как мыть руки. И что коронавирус вообще как бы... Мочить манту и коронавирус все можно. И мочить коронавирус. Мочите, да. Одели масочку, померили температурку. И главное, можно садиться на бетон, на холодное. Зимой. Зимой, да. И можно не бояться... При простуде кушать мороженое. Да, и можно не бояться сквозняков. Ну как, помните же ее советы? Ну, конечно. Что... Вот. Вот он твиттер же. Давайте вернем ее все-таки. Какая... Ну, все же хорошо, на самом деле. Посмотрели в сравнении. Можно возвращать. С вырядом технократов? Ну, а что нет? Ну, тогда уже придется и пани Ереська. Куда же без нее? На Ересить? А то... Она же после Украины поехала в этот... Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико. Там дефолт. Жена у царины. Протесты. Повысила свои квалификации. Протесты. Мне кажется, что на этой неделе в связи с этими событиями в Кабмине уже Аннушка разлила масло, а бар накупил букет. Так что вы не торопитесь. Тут все может быть уже... Кого-то будут... То есть выносить гончарока будут? То есть ты намекаешь, что все-таки, да. Ну, как там говорила женщина третьего тысячелетия? Выноси! Вот как-то кого-то будут выносить. Кто будет хватать гончарока? Вот давайте подумаем. Беленюк, наверное? Ну, он-то знает захват? Беленюк знает захват, но не знает команда. Там как это... Там главное... Нет, Беленюк готовится, мне кажется, катапультироваться на министра спорта. Катапультироваться? Ну, ну как бы... Он сейчас не этим занят. Он вообще... Он говорил, что вообще готовится к Олимпиаде. Угу. В Японии. То есть я вот не до конца понимаю, что он... Ну, то есть, я так понимаю, он ходит в Раду и готовится к Олимпиаде. Хорошо. Ему, кстати, Олимпиада же будет в Японии. Беленюк уже надо знать, что там виза дорогая, там по 300 долларов. Так что ему надо же откладывать зарплату. А коронавирус? Коронавирус пока еще не доплыл туда. Доплыл, я понял. Да, я понял. Да, я понял тоже. Лучше туда тоже нет. Хорошо, ребятки, ну вот смотрите, мы так все... Хорошо, и кто будет выносить, Саша? Мы же так и не решили. Кто будет хватать с букетом, вот это все? Юзик? Нет, Юзик будет ловить букет, как он наш привык ловить букеты на концертах. Ну, это тоже возможно. Хорошо, а мы вот поговорили с вами о громких вот этих вот нашумевших зарплатах. И вот в этой связи у нас появляется новость... Зарплата Гейт. У нас один из олигархов купил самую дорогую виллу на Лазурном побережье. Получил зарплату и купил виллу. Я думаю, что это должен быть санаторий для бывших министров. Как вы считаете? Нет, нет, я думаю, было по-другому. Ахмед вначале прикупил депутатов, а на сдачу купил виллу. Да ну, слушай. Мне кажется, он купил виллу, а на сдачу он купил депутатов. Ты же не путай, ты немножко по-другому. То есть и потом их место мебели там можно выставлять. Нет, ну а что? Вилла это тоже как бы хорошо. Во-первых, очень представительская... Вот я видел фотографии, очень представительское место. То есть там можно проводить какие-то уряды в экзиле. Нет, на снаторий кристалл какой-нибудь. Нет, ну можно там радыться, проводить какие-то... Снаторий-профилакторий, чтобы они туда ездили на восстановление здоровья. Ну а сколько же можно ездить по всяким Куршавелям, Хайнаням, понимаешь, романам? А там все контролирует пространство, коронавирус не проникнет. Потом там еще можно поднять украинский флаг и сказать, что это кусочек нашей большой страны. Еще один лихтенштейн такой. Маленький. Там же, кстати, выращивают, да, с чем еще эта вилла известна? Там выращивают какой-то специальный сорт, то ли каких-то цитрусовых. Да-да-да. Которые добавляли бывшие собственники виллы в... То есть Ахметов будет делать лимонад? Спиртную промышленность, которые, ну, алкогольные напитки делали. Когда уйдет на пенсию, да, будет там, заведет себе этот погребок и будет там варенье. Сидор такой какой-то. Сидор. Варить. Ну, джемы какие-то, да. Идея уридовательства в экзиле мне тоже нравится. Идея, идея правительства в экзиле мне тоже нравится. Подожди, но есть же всякие виллы в Испаниях, в Италиях. Ну, слушайте, чем Ахметов хуже? Ну, что это такое вообще? Что это за дискриминация? Во-первых, это Франция. Да, то есть в Испании... Это, между прочим, уже хорошо. В Испании уже пометил Петр Алексеевич и его любят друзья. У них там... Много. Пометил, но у них там особняшки. И яхты там плавают. Вот. Аваков, он в Италии. А Ахметов подумал, ну, надо же как-то отличаться от них. Надо же как-то отличаться от них. Надо подальше быть. Да, конечно. Это же логично. Надо как-то поделить эту прибрежную линию. Друг с другом. Вот. Так что, я думаю, к идее последствий национализации этой виллы и превращения в дом отдыха. Ну, хорошо. Да, кстати, можно барбер-шоп перенести, который закрыли в комитете. На виллу. Чтобы уже все было сразу. Сразу. И открыть кабинет инвестиционных нянь этих. Кстати. Принимать там. Вообще туда можно инвестиционных нянь сразу. Сразу там принимать. Сразу там делать какое-то отделение для них. Ну, а что было тут такую виллу не построить? Да, господи. Так, кстати, в этом есть логика. Можно сразу там и инвестиции принимать, и там их осваивать, чтобы они вообще за пределы Евросоюза не выходили. То есть кассу там. Нет, смотрите, у нас теперь будут тотальные, да, кассы везде должны быть, да? Кассовые аппараты. Туда тоже кассу. Всем пока кассовый аппарат. В эту виллу. Все. Только что-то там наметилось, сразу оп. Ну, смотрите. И бюджет какой-то копеечка. И кешбэк еще потом. Все как Гитманцев завещал там. Гитманцев завещал, подожди, он наоборот хотел обложить налогами. А как вы сказали? Нетфликс, Ютуб, Гугл. Мне кажется, Дональду Трампу эта идея не понравится. Нет, а мне кажется, что вот смотрите, вот тут тоже, вот эти все компании должны сейчас, что о чем думать? Взять себе инвестиционных нянь. Вот. То есть надо искать уже сейчас. И кассовый аппарат. Еще можно одну на всех. Там еще нужно скинуться, если тебе целиком на няню не хватает. Они дорогие должны быть. Ну, должны быть, конечно. То есть, да, обязательно у инвестиционной няни должен быть кассовый аппарат. Да, потом они откроют каждый по ФОПу на первую группу, чтобы поменьше платить. Невыгодно сейчас быть ФОПом в Украине. Нет, кассовая няня откроет ФОП. Кассовая няня. Там как договорятся уже. Инвестиционная няня. А, до этих две уже. Нет, подожди, ребята. В каждом садике есть игра в магазин, понимаешь? Вот так вот садишься, и тебе говорят, два банана, три помидора и лимоны с виллы Ахметова можно купить. Нет, а как вы себе представляете, если честно, да, вот эти инвестиционные няни будут работать? Вот, допустим. Как вы? Взял такая инвестиционная няня, например, Netflix. Да, там, я не знаю, Facebook, YouTube. И говорит этот Netflix, алло, Володя, если ты не хочешь, чтобы твой сериал показывали по Netflix, то убери, пожалуйста, эту прекрасную правку. Кому она звонит? Она звонит и говорит... Вот сидит она в кабинете, вот там, душа парикмахерская. Тут такое дело, Netflix отказывается слугу народу показывать, отказывает. Нет, но она звонит, а ей говорят, занята. Как что? И что няня делает дальше? Ну, как этот... Кого набирать? Кого набирать? На автодозвон ставишь, и все, и ждешь. Президент, между прочим, он занят. Что ты так? Хорошо, ребята, кроме Лазурного побережья, еще знаковым городом для Украины становится Амстердам. У нас появляется новая схема. Амстердам плюс. Я так понимаю, это связано с вот этим вот электричкой Берлина Фаста через Амстердам. Через Амстердам. С проездом там. Плюс. То есть можно купить просто Фаста в Берлин, а можно Фаста в Берлин плюс Амстердам. И все. Там все равно уже не проверяют билеты, можно уже и дальше. Контролеров нет, да? Ну, пока не произошел Нексита, то можно же, да, да. Ребята, у нас электричка Киев-Борисполь три раза останавливается. Саша, так и тут вот такой же. Ну, то есть, а ты думаешь, вот те, кто выйдет из Фаста, они что, сразу доедут? Несколько раз остановятся, произойдут какие-то ремонты. Не, мне кажется, что ты не так, ребята. Это же просто электричка длиной в жизнь. Ты садишься из детского сада, а выходишь в пенсионном возрасте. Вот так вот сел, пока доехал, вся жизнь пролетела. Пока прошел от дверей до середины вагона и на выход уже. Нет, и самое главное, мы же знаем, что мы продолжаем покупать вот эти тягачи General Mode Electric. Да, то есть вот такой тягач прикрепляют, с портретом Трампа, кстати, можно. И можно в Европу прямо запускать. Животворящего. Нет, ну вот знаете, сначала сделают такой портрет. Тебе показывают портрет Трампа, и твоя экономика оживает просто. Нет, ну что в ЕС, вот знаете, в ЕС, а Трамп уже, он когда-то себя назвал, мистер Брексит. Такие в ЕС смотрят, въезжает поезд с портретом Трампа из Украины. Да, то есть, а в окне уже такой маленький портрет Зеленского. Зеленский просил без портретов, подожди, не надо. Бюст тогда. Бюст. И он такой едет. И сеет Трампа вечное, доброе. Хорошо, туда-то мы доедем, а что в Амстердаме? Что по новости было? Вообще за газом должны были ездить. То есть, опять вопрос команды газа. То есть, а назад поезд будет с этими, да? С баллонами? Нет, или с зажигалками, знаешь? Все у тебя маленький дозированный, почти сжиженный, да? То есть, был у нас и Роттердам плюс. Был у нас и Диссельдорф плюс. А теперь будет Амстердам плюс. Да, так и географию выучил. Ну, вот, слушай, не всю ж Украину Банглодеша называть. И самое главное, что везде плюс. Тотально, все позитивно. Вот это самое главное. И на этой позитивной ноте, я думаю, что мы с вами как раз наш прекрасный выпуск, наши посиделки и закончим. Плюс. Плюс. Ну, наши темы, мы основные для обсуждения еще рвали в повесточку. Теперь давайте расскажем еще нашему зрителю, почему же у нас такое интригующее название. Три кандидата шоу. Мы куда-то баллотируемся? Я думаю, Алексей баллотируется как минимум в деканы. В министры? Три гра. Кстати, да. В отличие от Новосата, Алексей имеет опыт про навыки. То есть это три кандидата в министры? Он просто может прожить на эти деньги. Нет, подожди. Это три кандидата в министры. Вариант? То есть вот. Какие еще могут быть? Три кандидата куда? На выход. На выход. Тоже, мне кажется, что зрители оценят наш юмор. Три кандидата в подготовку полет в космос. Можно тут уже... На Марс. Он по Марс ведет. И Якубин, да? То есть вот как это вот... Якубин просто опять опоздает и потом будет там... Просто поэтому не полетит. Бежать за ракетой. Или почему еще три кандидата, Кирилл? Я думаю, тут все-таки правильно, что было связано немного с Новосатом. И с образованием. Но я думаю, что стоит вообще оставить эту интригу. Да. Давайте вы нам, дорогие зрители, друзья... Просто кандидат. Напишите, как вы думаете. Три кандидата. Кандидата чего? Куда? Или зачем? Нам очень интересно узнать вашей версии. А свою мы вам расскажем обязательно в следующей программе. Поэтому до новых встреч. Или не расскажем. Или не расскажем. Ну, тоже возможно. Помашите ручкой в камеру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!